С 24 февраля границу Приднестровья пересекли свыше 27 300 граждан, вынужденных покинуть Украину. Более 21 тысячи человек зарегистрировались для временного проживания в нашей республике. Часть приезжих через несколько дней продолжили свой путь в конечный пункт назначения. Остальные находятся в Приднестровье по сегодняшний день. Те, кто не имеют родных и знакомых в нашей стране, размещаются в центрах для беженцев. В семи созданных центрах временного пребывания размещено 400 человек, 243 взрослых и 157 детей. Эти объекты способны принять еще почти столько же граждан. Их загруженность сейчас 56%. В случае необходимости в республике готовы развернуть еще 16 центров, сообщает пресс-служба президента. В каникулярный период продолжали поступать заявки на прием прибывших из Украины детей в Приднестровские образовательно-воспитательные учреждения. К учебе после перерыва сегодня приступили 575 украинских школьников. 419 выбрали образовательные заведения с русским языком обучения. 155 поступили в школы республики, где процесс обучения организован на украинском языке. Один зарубежный ученик отдал предпочтение молдавской школе. Детские сады посещают больше трех сотен украинских дошколят. Пятеро детей, приехавших из Украины, занимаются на базе специализированных коррекционных учреждений. Три десятка учреждений дополнительного образования, в том числе спортивной направленности и художественно-эстетического профиля, приняли уже около двух сотен иностранных ребят. В работе с ними задействовано на добровольческо-волонтерской основе 174 педагога-воспитателя. Трое приехавших из-за рубежа граждан на данный момент находятся в коронавирусном стационаре. При обязательной процедуре тестирования, проводимой на безвозмездной основе при приеме иностранцев в Центре временного пребывания, у них был выявлен COVID-19. Лечение проводится за счет преднестровского бюджета. Члены Оперштаба обсудили текущие вопросы, связанные с организацией временного пребывания в республике иностранных граждан, нуждающихся в поддержке, а также аспекты, имеющие отношение к обеспечению правопорядка и безопасности, в том числе продовольственной. Ситуация в республике стабильна и контролируема, отметили участники совещания.